я ботаем или нет всем привет друзья это канал роза занозы и я светлана канал роза занозы на ю тубе в телеграм канал и дзе сегодня я поговорю с вами о своей работе я иногда выкладываю вам такие ролики и в общем то вы проявляете к ним интерес сегодня мы находимся на очередном моем объекте я взяла с собой помощники данилку он меня сейчас снимается моего телефона который в общем то неплохо снимает но у меня появился новый гаджет это стабилизатор с которым видео получается более плавным и надеюсь звук у вас будет хорошим потому что я использую еще один гаджет который приобрела это микрофон система такая радио микрофон который позволяет даниле уходить от меня очень далеко но звук у вас всегда будет ровный почему я сейчас говорю потому что все это мне подарили мои подписчики телеграм-канала девочки и мальчики устроили там флешмоб у меня недавно был день рождения они собрали энную сумму денег которую я решила потратить как там в бриллиантовой руке до 25 процентов отдать государству нет я конечно же не собираюсь отдавать 25 процентов государства и вообще никому но я решила потратить эти деньги на улучшение контента соответственно на то чтобы видео были более плавными звук был всегда ровный и поэтому вот такие полезные для блогера инструменты я приобрела ну так вот вернемся к нашим баранов значит барана у нас сегодня в виде одноэтажного дома из лафета я данила потом пройдет сделает панорамное видео покажет вам его большие красивые окна их достаточно много стиль этого дома достаточно сдержанный не совсем нордик но и не прованс конечно но все-таки такой эко эко стиль и более такой серьезный классический здесь присутствует но по люстре заметили кухня такая вот кухня прям в нордик нордик и соответственно мы здесь решили использовать на материалы которые имитируют натуральные либо смесовые ткани до с добавкой натуральных тканей присущие так сказать натуральным тканям и дик декор натуральному это вышивка на льне то есть не вышивка вышивка да вот такая барочная а именно вышивка на льне такая вот прям очень приятная стильная вы все увидите у нас в основном здесь будут римские шторы и так как они очень удобно да вот видите что кухня кухонное окно здесь раковина на кухне карнизы кстати римские уже стоят у нас установлены вообще все карнизы уже установлены срок по изготовлению заказа получился ровно месяц но собственно говоря это нормально ткани у нас заказные и на этих окнах у нас будут римские шторы это очень удобно потому что они не будут мешать не будут пачкаться на кухне да видите здесь уже плита газовая соответственно здесь бы висела шторы это было бы не очень практично поэтому в зоне кухни и столовой где стоит столовая группа у нас будут римские шторы на окне которая относится уже как бы гостиной она панорамная выходит на красивую веранду которая еще конечно будет доработана со временем здесь у нас будут здесь будет тюль он будет из двух полотен для того чтобы летом можно было просто ее раскинуть и она не мешала свободному выходу на веранду и тоже шторы из льна с отделкой льняным кружевом на люверсах почему на люверсах потому что это очень удобно шторы получаются достаточно практичными и легко закрываются открываются функционал для штор тоже очень важен то есть шторы как и любая вещь в доме который вы покупаете будь то холодильник чайник диван должны вам служить поэтому шторы у нас тоже не будут нести свою службу сейчас хочу данилу попросить чтобы он пошел снял немножко момент такой тогда люди говорят ну зачем нам шторы да и без штор то вообще и хорошо совсем хорошо вот я хочу вам показать что было да ну то есть как бы без штор да или с теми импровизированными шторами которые вынуждены была повесить хозяйка для того чтобы закрыться до посторонних глаз от яркого солнца на время пока у нас изготавливались наши шторы основные и вы увидите разницу потом в конце ролика когда мы вам покажем что у нас в итоге получилось все данилка так но сейчас я проведу вам мини тур это то что да это чем люди спасаются что они используют в качестве штор вы ну как бы надеюсь воочию убедитесь что шторы это неотъемлемая часть интерьера но я не знаю какой интерьер но только глубоко офисный наверное не будет страдать без штор поэтому пойдемте первое помещение это спальне ну вот посмотрите достаточно светлое помещение вот такую вот импровизированную штору придумала маша нах моя клиентка я так понимаю что эта часть одна часть постельного белья здесь как вы видите двухрядный карниз металлические штанги белые почему белые потому что ну во первых у нас белая мебель белые потолки и сам дом очень светлый то есть как бы и так как идет косой потолок да то есть геометрия прямоугольника она нарушена то излишне подчеркивать ломать эту геометрию каким-то карнизом например черного цвета ну то есть можно было бы да под люстру но вот мы видим вот этот вот неправильный до потолок который как правило все равно немножко ломает традиционный взгляд на потолок и если бы мы подчеркнули здесь горизонтальную линию темным карнизом то это было бы не совсем хорошо то есть это получилось бы такая геометрическая каша соответственно мы сделали карниз такой чтобы он максимально он был декоративен но в то же время не не ломал вот этот вот эту геометрическую уже сложившуюся структуру этого помещения ну вот эта спальня до дальше у нас детская до так вот это вот детская комната комната мальчика еще достаточно маленького тоже светлая мебель мебели немного то есть все достаточно минималистично она конечно еще так понимаю будет добираться и достраиваться здесь тоже вот машина вояло аля шторы здесь у нас будет римская штора интересная яркая с орнаментом и будут она будет такая полупрозрачная то есть ее нельзя считать как функционал в качестве ночной шторы то есть она достаточно декоративная при закрытой шторе будет проходить достаточно света но например поспать подольше ребенку выходные не случится потому что она пропускает много света например прямые солнечные лучи можно будет перекрыть например когда летом жарко ее закрываешь и прямые солнечные лучи перекрываются на в комнате все также светло но вы все увидите в итоговом видео и будут шторы на люверсах которые сделаны даже на подкладе из блокаута ибо чтобы вот было прям совсем темно темно когда и родители хотят поспать да и чтобы ребенок тоже про не просыпался летом в 4 утра но не в 467 чтобы можно было отдохнуть подольше это у нас детская остался кабинет и так кабинет что значит кабинет на самом деле моя заказчица мария имеет тоже хобби она занимается тем что делает заниматься скраббукингом это вообще такая интересная вещь это в общем такое прикладное декоративно прикладное искусство которое актуально в общем-то в наше время да то есть но не матрешки а вот такие вот красивые альбомы оформленные автор с автором да то есть художником то есть вот такие интересные книги и у маши в ее квартире где мы делали шторы был свой уголок для ее творчества а в своем доме собственно говоря она может себе позволить целую комнату для творчества здесь вдоль этого окна будет стол стол у которого будут ящички с всеми принадлежностями которые нужны для того чтобы заниматься скраббукингом и соответственно делать здесь длинные шторы мы не можем здесь будет также римская штора ну как бы да вы уже оценили шторы которые ваш придумала а на этом окне будет полноценное окно полноценные шторы здесь будет тюль портьеры на люверсах как-то вот так случилось что у маши оказался вот такой достаточно яркий и активного цвета диван мы конечно не будем делать такого цвета шторы не сделали но шторы у нас все-таки этого же цвета но более светлого оттенка то есть мы не оставим его одиноким этот диванчик он у нас будет поддержан в шторах то есть сейчас нам осталось только все погладить и повесить часа так 45 поработать ждем итога ну что ж друзья не прошло и пяти часов как этот прекрасный дом закончил закончен в нем интерьер мы одели в нем окна и я хочу чтобы вы увидели как это в итоге смотрится я вам говорила что в зоне кухни и столовой у нас римские шторы посмотрите какие прекрасные римские шторы вот он лен с вышивкой это бордюр который отдельно пришит на нижнем фестоне я вам сейчас покажу то есть римская штура у нас плотная но фестон нижний он прозрачный то есть для этого хватает чтобы закрыться от посторонних глаз но в то же время если на улице еще светло или закатное солнце как например сейчас уже закат на самом деле то во первых это смотрится красиво во вторых в дом поступает все-таки свет такой вот декоративный прием то есть у нас нижний фестон свободно висящий вот так поднимается штора также штора у нас такая же в зоне кухни в зоне мойки ее можно полностью не опускать можно опустить полностью ну тут уже как говорится как захочет хозяйка хочу обратить ваше внимание на то как влились прекрасный цвет великолепно цвет смотрится не мешает не в не выпирает не кричит а он мягко соединился со всем интерьером и вот этот декоративный прием этот фестон он сделал украсил эту кухню сделал ее более романтичный ну что ж перейдем к основному окну обратите внимание огромное окно оформлено в этой же ткани с этим же бордюром но здесь уже полноценные шторы они на люверсах и тюль у нас ручной закладкой складок посмотрите как монументально смотрится с этой люстрой как это все гармонично несмотря на то что казалось бы люстра такая массивная но за счет огромного окна с выходом на веранду это эти шторы смотрятся не массивными здесь мы тоже использовали этот же декоративный прием то есть этот же бордюр но он уже здесь сделан в наложении то есть мы его наложили на ткань основную посмотрите какой красавчик такой красавчик так как основная ткань и да он пришит так как основная ткань льняной бордюр почти идентичны по цвету смотрится это как единое целое ну и конечно люверсные складки никто никогда не перебьет для металлических карнизов люверсную складку никто никогда не не переплюнет так сказать своей декоративности очень красиво равномерные складки очень гармонично вот хочу чтобы данил ты снял это как бы панорамно целиком уже ну что ж тогда отправляемся куда в детскую так ну вот и наша детская здесь я вам тоже говорила о том что у нас будет вот такая римочка и шторы для того чтобы шторы на люверсах они на подкладе из блэкаута чтобы ребенок мог спать подольше и дать поспать подольше выходной своим родителям здесь у нас римская штора ее можно закрыть когда сюда светит яркое солнце и при всем при этом она продолжает пропускать свет смотрите какой орнамент шикарный как это смотрится интересно в общем я считаю что для мальчика которому не знаю сколько мы сейчас лет шесть наверное пять шесть лет на десять точно актуальны шторы вот то есть если мы сейчас закроем у нас здесь будет полный мрак ну-ка до него об вуаля вы что-нибудь видите вы что-нибудь видите люди ткани у нас основная к сожалению было не блэкаут но нам была нужна именно эта ткань то есть именно эта фактура именно этот цвет и такой ткани не было в коллекции блэкаутов и я всегда говорю заказчиком что это не проблема мы делаем шторы на подкладе из блэкаута то есть у нас получается любая ткань может стать блэкаутом блэкаут это ткань которая не пропускает свет абсолютно нисколько ни капельки откроем немножко ну по моему здорово ну что продолжаем нашу экскурсию теперь спальня спальня у нас не отличается особыми декоративными примочками но здесь и не было такой необходимости вообще здесь не до заказано у нас еще они бы заказано еще покрывала на самом деле покрывала как раз и будет нести тот декоративный акцент которого мы хотели добиться то есть основная ткань на покрывала будет с орнаментом очень деликатным таким тоже и как в эко-стиле компаньон будет к ней такая же ткань как на портьерах здесь собственно говоря тоже ткань блэкаут это уже блэкаут прям блэкаут с фактурой цвет у нее такой своеобразный такой грязно-розово-сливовый тюль тюлен с небольшой вышивкой очень все деликатно все очень спокойно это спальня это место где мы отдыхаем до данилова мой оператор лучший оператор на свете вот такая у нас получилась спальня но лучше же до чем было то друзья мои ну что идем в кабинет ну что ж кабинет а вот и кабинет вот этот чудный диван который сейчас стал частью этого этих штор то есть шторы стали частью интерьера и этот диван уже смотрится совсем иначе здесь такая же такой же прием обычное окно обычный тюль ну как обычный тюль он ручная закладка складок что такое ручная закладка складок это швея каждую складочку заложила вручную заколола иголочкой и только потом она пришила тесьму это такой по сути дела ну не знаю handmade ручная работа но по хотя это все ручная работа конечно же и шторы также на леверсах это очень удобно моя заказчица привыкла к ним и они очень нравятся потому что в квартире такие же шторы а вот хочу обратить внимание на это окно про которое вам говорила здесь будет стол с рабочий стол для марии чтобы она могла здесь заниматься своими декоративными декоративно прикладным искусством и здесь тот же самый прием то есть мы взяли тюль который у нас на основном окне и сделали нижний фистон в тюлевым то есть даже если вот сейчас светит солнце и она и будет мешать она закроет эту штору глаза в глаза и солнце не светит но свет в то же время проходит то есть она может спокойно заниматься своим рукоделием вот так она поднимается ну собственно можно и поднять на любую высоту но этот фистон всегда будет висеть тюлевый ну вот друзья я не знаю как вообще понравится вам этот проект или нет насколько насколько вы считаете нужны ли шторы в интерьере я считаю что шторы в интерьере от необходимая часть необходимый декоративный прием и не только декоративные шторы должны работать и они будут работать на вас если вы грамотно отнесетесь к этому то есть или обратитесь к специалисту соответственно в вашем городе в вашем месте проживания то есть вы должны сразу сказать человек который будет делать вам шторы который будет вам их придумывать что вы от них хотите я хочу спать в полной темноте или я хочу чтобы у меня просматривался двор то есть тот же тюль да его можно было сделать одним полотном и пришлось бы нашей заказчице его каждый раз весь в сторону отводить мы его сделали двумя полотнами то есть она может летом полностью раскинуть тюль и выходить на свой на свою прекрасную веранду пить чай кофе и любоваться надеюсь своим будущим розовым садом ну все друзья наверное на этом все мы дико устали с данилой но я во всяком случае точно я хоть и хорохорюсь но уже крылышки то опустила всем приятного дня всем пока